привет ребятишки вот он blizzard мой и теперь на нем уже красная лента ztto смотрится вообще мне кажется превосходно вообще черный с красным но это классика мне кажется классика да и здесь на втулочке тоже красненькая полосочка по моему замечательно ну а так как они на осях у меня то и втыкать там них по сути некуда но раз некуда втыкать значит нужно приобретать то куда нужно это все втыкать тем более если будет 505 на 100 моботе я думаю ширина увеличится поэтому нужно приобретать нормальную раму разумеется мы ее приобрели сейчас будем смотреть это рама и но 23 года и на дат давайте поглянем я вскрыл коробку но еще раму еще не смотрел то есть рама у нас еще запакованная сейчас с вами будем ее распаковывать и так поставил старую раму для наглядности сразу весы поставил и вот новая рама в принципе геометрия здесь похоже из-за чего ее взял но здесь ростовка у нас 19 то есть ростовочка у нас побольше ну это и лучше сразу видно что а здесь разница имеется то есть смотрите насколько вот абсолютно насколько она длиньше но это и хорошо вынос у меня будет покороче поэтому я думаю что хорошо то есть рама вилка и дропауты под 190 190 7 то есть под ось и под ось или эксцентрик обычный до сих пор не понимаю почему почему передняя ось такая реально массивная после не задней ну типа это все нагрузка нами и на спусках там если такое но такие вот разные бутики и так достоинство этой рамы достоинство этой рамы это конечно же конечно же вarte им сделали красоту во первых это красиво потому что здесь например да вот обычный храм они вот эти вот перемычки Вот этот отстой идет беспонтовый Вот этот беспонтовый отстой идет Здесь же конечно же у нас идет уже красивая подкова То есть это красиво вокруг колеса будет Хотя форма конечно не будет совпадать Но тем не менее, особенно мне нравится форма вот этой верхней подковы Нижняя немножечко имеет другую форму А верхняя у нас намного красивее Про достоинства Здесь регулируемые дропауты Дальше ближе отодвигаются Так же самое и здесь И регулируются они вот таким вот болтиком здесь Это вот именно эти дропауты И что есть достоинства еще? Геометрия мне нравится То есть геометрия красивая Она очень похожа на геометрию этой рамы Все-все классно То есть вилка нормальная Да, боночки там и все такое Теперь о недостатках Первый недостаток это Прям раздражающий меня Это вот эта перемычка Которая держит подсидельную трубу Эта перемычка она портит все Если здесь ее нету, это красиво смотрится То представьте, если ее здесь не будет Это насколько красиво будет смотреться Вот эта перемычка отстойная Она меня прямо раздражает Но без нее, видите, никак Так как здесь удлиненная труба Подсидельная То естественно они и сделали эту перемычку Иначе все просто вот здесь лопнет Это же алюминий А алюминиевые рамы устают Не хотел я алюминий брать Очень я позарился на карбон Но в карбоне таких рам не существует Во-первых, это дорого Во-вторых, все рамы карбоновые Они не вместят покрышку 505 на сотом обуде А я именно хотел на сотом То есть я хотел построить настоящий фэтбайк Настоящий фэтбайк Лично для меня это максимально широкая резина На максимально широком ободе Ну и на сотом ободе, я думаю, нормально будет все это смотреться Хотя, конечно, для резины 505 нужен обод Наверное, 12 сантиметров Вот это будет прям нормально Хотя за рубежом есть Показывали мне обода 135 и 4.8 резина Это вообще круто смотрится Но сюда вряд ли уже залетит В общем, здесь, конечно, зазоры все увеличены По сравнению с этой вилкой И вес уменьшен Хотя рама нелегкая Нелегкая она за счет того, что здесь у нас Цельно фрезерованные подковы То есть это алюминий цельный Там нет внутри никаких полых мест Ни здесь, ни там Частично внутренняя проводка То есть по нижней трубе идет Здесь заходит, там выходит Что круто Что здесь мы можем спокойно вытаскивать Получается И легко все это затаскивать И с этой стороны С этой стороны абсолютно то же самое Все симметрично, красиво Все красиво, когда у батик сива И рама смотрится превосходно Именно потому, что она вся ровненькая Симметричная, красивая И раздражающий момент Единственное, это вот эта вот труба Конечно, хочется ее спилить По сути, если ее спилить вот так То труба не должна лопнуть Да, ну ладно Пока что будем сейчас скататься И посмотрим Цвет прикольный Да, не такой яркий, как этот Этот прям такой вырви глаз Особенно днем Это смотрится просто огонь Здесь такого нет Это обычная рыжая рама Но это самый такой нормальный, я бы сказал, цвет Нормальный цвет Именно для меня Что касается штока Штока вилки Он вот такой прям длинный По сравнению с моим Да, то есть здесь вот отпилено Даже не знаю, у меня колец нет Реально, если длиннее сделать Прям так не хочется отпиливать его Но придется Придется его отпиливать Вот такие вот дела Сейчас взвешаем раму Посмотрим, что да как И почему, как говорится Кинул старую стальную вилку 1311 грамм Я вам скажу Это замечательный вес для стальной вилки К тому же К тому же Здесь вот это еще хрень И там якорь внутри И самое важное Самое важное Что здесь у нас еще Да ни хрена больше В принципе вилка Она больше вот такая вот Стоки Ну а здесь у нас Что-то покороче Будем Так скажем Честны, да Но 1300 грамм Для вилки Это нормально Для стальной Будем взвешивать сейчас Другую вилку Понятное дело Что алюминиевая вилка У нас Хоть и массивнее Но легче Это 950 грамм Да Прилично Прилично Это 350 грамм Грубо говоря Но это прям прилично Но это чувствуется в руке И берешь Она прям легче Легче Но если спилить Вот эту всю Вот эту вот Порнографию Как я ее называю Да Что о недостатках Еще не сказал Да Всю порнографию Мне тут спилить Хочется так И самое важное Что мне хочется Сделать Чтобы эта рама Выглядела как карбоновая То есть Все это доводится до ума Убирается краска Здесь швы все эти Это все подпиливать Шуси Затереть Шпаклевкой Замазать Зашлепать Закрасить Это круто будет смотреться Реально Пока что Все это в планах Мне не хочется пока что Рама на гарантии Ничего делать с ней Но Тем не менее Стальная рама С чашками Вот тут И Самое важное Что у нас тут еще У нас тут Удлинный дропаут А недоварен Она была легче Стала тяжелее Но Тем не менее Это почти 4 килограмма Это 3927 грамм Это весит у нас Рама Давайте Попробуем поставить Вот На нуле Чтобы вопросы не возникали Ни у кого Сейчас Поставим Нашу новую раму Так Что 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 у нас Что 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 3 100 Короче Она дергается 318 То есть Разница очевидна Да Очевидна конечно же Очевидна разница Ну В принципе Это Можно сказать Даже меньше килограмма Ну в любом случае Это чувствуется Когда ее поднимаешь Все таки Она какая то Более воздушная Наверное Но так оно и есть В принципе Других вариантов И быть не может Ну в общем то Пока все Будут вопросы У меня Я буду еще снимать У вас будут вопросы Задавайте В общем Рама Атына Рама Атына Мне очень нравится Очень нравится всем Кроме швов Кроме бонок Кроме вот этой вот Стремнейшей Просто перемычки Никто мне не скажет Что она классная Она стремная Просто отстойная Это вот отстойниковая Перемычка Но здесь проводочка Внутри Все четко Короче Особых вопросов Не возникает Разумеется Разумеется Забыл сказать Про Вот этот логотип И про Конусный рулевой стакан Что в самом Тренде В моде На осях Все как должно Быть у настоящего Фотбайка И еще раз подчеркиваю Настоящий фотбайк Начинается с резины 4.8 Кто бы что мне там В комментариях Не писал Ребятишки Казалось бы Вроде все рассказал А про самое главное Забыл Видео немного затянулось Но надо же Обязательно Обязательно Померить Зазоры Старой вилки Старая вилка Это у нас 12,5 см Новая вилка Это у нас Это у нас 13,5 см 13,5 На сантиметр больше Пятерка должна залететь С минимальнейшими Опять же Зазорами Что обидно Хотелось бы Чтоб зазоры были больше Теперь здесь Вот здесь покрышка У нас Это 13 см Увелитил я немного Был Тут 12,5 Ладно 13 см Зазоры минимальные Тоже Немного Немного Стремно Ладно Давайте здесь Сразу Здесь у нас Я таких рам Конечно не встречал Еще 16 см Она залетит Просто со свистом Сюда Здесь даже 5,5 поместится Теперь здесь Здесь Удобно снимать Как говорится Неудобно срать На потолке Ну ладно Начнем Вот Здесь 14,5 Но покрышка У нас Чуть-чуть ближе Здесь она Кое-как Влазит Здесь Грубо говоря Там 12 см Чуть-чуть С половиной Наверное Здесь же Вот Честные Внизу Честные 14 Отсюда берем Сейчас Да что Что будешь делать 14,7 Я замерял Короче 14,7 см Почти 15 см Снизу И 16 см Сверху Реально Это просто Ну я не знаю Круто Просто круто Что такие вот Рамы существуют Что И нас Каждым годом Увеличивает этот зазор Сначала была у них Нижняя подкова А сверху Ни хрена не было Ну тоже было широко Но не так красиво Сейчас же это Во-первых Красиво Это реально красиво Вот этот отстой На всех вот их велосипедах Вот мангуст Да возьмем Мангуст Блин Дорогой там Комп возьмем У них да У них красиво Это все типа сделано Вот так вот все Но Это Красивее Согласитесь Это реально красивее Это Это прям начинается Здесь вот никаких лишних деталей Ровненько Под покрышечку Что снизу Что сверху Кстати Еще видел Прототип Вот отсюда Вот отсюда Идет палочка И вот отсюда Вот только идет подкова Потому что Внизу будет Получается У нас колесо Почти впритык А вверху Здесь будет щелка Небольшая Ну и зазоры будут нормальные Грязевые кстати А вот вилки Да обидно Почему вилку Сделали меньше То есть По сути Она под 15 ось Вот она Кстати Ну 15 15 см Вот Почти 15 см А здесь она сужается До 13,5 Не гуд Не гуд Ребятишки Не знаю Почему они так сделали Но Как Как имеем Так имеем Всем пока Пока Продолжение следует